Стул фактов про Бэби Мэла. Let it go! Имя главного злодея русского рэпа Гога Меладзе. Гоге всего 14 лет и он грузин. Он записал свой первый трек в 11 лет в жанре Плю. На платформе SoundCloud этот трек набрал 43 тысячи прослушиваний. Да, он шарил за подградули еще до хайпа. Бэби Мэла живет в Москве. Когда Бэби Мэла рожали, мусора дрожали. Он состоит в банде Худ-Ту-Худ Гэнг вместе с молодым Калугой и Вормгэнгером. Изначально Гога выпускал музыку под никнеймом Lil Mello, но позже он сменил его на Бэби Мэла. Он влюбился в рэп после того, как услышал трек Ну Ну Да от Кристины Си. У него также есть кролик и песик. Пятнадцатый факт. Как вы можете ненавидеть человека, который пропустил школьные занятия, чтобы сняться в моем видео? Стример Мел Строй скинул Бэби Мэла 2 миллиона рублей на развитие. А тот украл его ТикТок конкурс и платит 10 тысяч за миллион, хотя Мел платит 20. А пацаны, кто выкладывает будет нарезки со мной? Рилс, ТикТок? Больше ляма просмотров 10 тысяч, да? Мои же шорсы с Гогой набрали свыше 2 миллионов просмотров, но он мне ничего не заплатил. Обидка. Бэби Мэла также поддержал блогера Ураган Хакаги, после чего они записали совместный трек. Всем известный факт. Бэби Мэла не забрал пятницу. Отец Гоги Валерий Ме... Нет, мой маленький друг Бэби Мэла внебрачный сын Янгтрепы. И опять нет, отец Гоги Амиран Меладзе, владелец строительной фирмы. Хотя сам Бэби Мэла утверждает, что вырос в обычной семье. Он также любитель лихачить на дорогах и живет отдельно от родителей. Здравствуйте, мне никто не пострадал, все вообще раха. Вот, двухсотка правда пострадала немного, за него обидно очень. А в моем телеграм канале мы угораем над Бэби Мэлой и остальным рэпом, ссылка снизу. Рост Бэби Мэла 1 метр и 75 сантиметров, а вес 30 килограмм. По восточному календарю Гога крыса. В восточный календаре уж точно что-то знает. Раньше Гога был нефором, а это Гога год назад. В детстве он читал стихи для своей бабушки и участвовал в конкурсе чтецов. Не надо бояться густого тумана, не надо бояться пустого кармана, не надо бояться горных потоков, не топить болот, не грязных подонков. Также он раньше делал слайм-звучок в духе Янтага, а его девушка стала Милфой 18 лет. В отличие от других рэперов, Бэби Мэлой никогда не говорил правду в текстах. Никогда бы нахуй в своей жизни не сказал бы правду в текстах, мы врём в треках. Его актерское мастерство начало развиваться в театральном кружке, куда его отправляла бабушка. Самым популярным треком Бэби Мэлой является «Капитал». Он набрал 1 миллион и 800 тысяч стримов на Саундклауд. У Бэби Мэлой также есть свой твич-канал, там он крутит слоты. Бэби Мэлой пишет музыку вместе со своими друзьями, хотя имеет возможность работать с топами. Бэби Мэлой ненавидит Каэнджела и Димаса, а также вообще всех нефоров. Эти сами же нефоры облили его зелёнкой, после чего Гога накатал на них заяву. Екатерина Мизулина ненавидит Бэби Мэлла. За это мама Бэби Мэлла унизила Мизулину. Словно беспредел, то что происходит. Пожар Мизулина очень, видимо, неравнодушно. Привет этой женщине с тяжёлой судьбой. Всего на соцсети Гоги подписано свыше 200 тысяч человек, а своим фанатам он угрожал расправой. Мне не понравились, извинения. Накиньте реакции, если вам надо видео, как его мочой полила. Первый альбом Бэби Мэлла – Young and Turned, а самый популярный альбом – Who is Mella. На нём почти полтора миллиона прослушиваний. Суммарно все треки Бэби Мэлла собрали более 10 миллионов прослушиваний. Он также получил три платиновых диска за своё творчество. И сейчас готовит нас к совместному треку с известным американским рэпером Бэйби Трон, в честь которого, кстати, записал трек Овджи Будда. Жаль, конечно, Будду Бэби Трон выбрал не его. Первое шоу, на которое позвали Бэби Мэлла, была реакция на его альбом на канале Джона Хавевера. Вторым шоу был квиз Тостера. У Бэби Мэлла также есть личный телохранитель Икзол. Слушайте меня сюда, все, кто был причастен к этому, я за него, сука, зубами выгрызу. А кореша Бэби Мэлла посадили на 15 суток за нецензурную брань на концерте. Бэби Мэлла врезался в Матис на 200-м крузаке. Когда Бэби Мэлла был никому не нужен, он попал на трансляцию к стримеру Пинку, где Бушида Жос, Скалли Миланы и Агли Стефан унижали его. В 2024 год Агли Стефан продолжает унижать Бэби Мэлла, ничего не изменилось. А если ты досмотрел до этого момента, то напиши в комментариях Трил, Пил и люди, которые только зашли на ролик, не будут ничего понимать. Ха-ха-ха. Гуга зарабатывает 300 рублей в день, экономя на школьных обедах. Он также записал трек с Биг Бэби Тейпом, а его песня «Дети депутатов» в феврале прошлого года вирусилась в ТикТоке. Бэби Мэлла был назван главным злодеем рэпа порталом The Flow. В свое время в связи с проблемами с законом ему пришлось два месяца отшиваться в Самаре, а раньше он жил с родителями на окраине города и посещал центр только по праздникам. У него также есть фит с покойным Янтрепой и фото с Никоглаем. Гей-Энджел и Димас отобрали первый сольный концерт в Москве у Бэби Мэлла и Худрич, как там его, и выступили за место них. После чего Бэби Мэлла стал считать себя вайпером. И когда ему надоест рэп, он собирается писать шансон в горах. 82-й факт, время м-м-м-м, человека. Бэби Мэлла и его друзья были обвинены в создании ОПГ, четверо его близких друзей погибли от передозировки наркотиками, и если бы не музыка, Гога сел бы в тюрьму, либо умер. Рэпер Фараон также высказывался про Бэби Мэлла. У него не много композиций, но есть те композиции, которые прям я считаю, что это... А только неделю назад Гога флексил по треку Тэйкея. Чувачок, кстати, присел на 50 лет. Бэби Мэлла придумал собственный жанр, колыбельный рэп, чтобы успокаивать себя и других детей перед сном. Клипы Бэби Мэлла можно сравнить с детскими мультиками, где он играет роль забавного и непослушного ребенка. Бэби Мэлла не любит Канни Уэста. Стример Шагинсука тусовалась с Бэби Мэлла, а он побил ее друга молодого Платона. Гога также стрелял в своей собственной квартире и угрожал хейтерам расправой холодным оружием. Оксаны, подходите ко мне на улице, устраивайте кипиш, спрашивайте с меня. Я всегда только за. Я всегда только за. Он также просрал катку в КС, у него подгорел пукан, после чего он разбил свою дверь, жесть. Он также считает себя чертом, а режиссер Никита Михалков предлагает депортировать Бэби Мэлла. 99 факт, а шот разрулит любой вопрос, если че. Это мой другой видос про Бэби Мэлла.